Приходите в нашу клинику, расположенную на Арбате в центре столицы. Для записи к специалисту в МОС ИТАЛ МЕД нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видео я расскажу вам об эндоскопии, о методах определения хеликобактерии инфекции. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца. Много полезного вы исчерпает из этого ролика. Хеликобактерии имеют прямое отношение к лимфомам, к мальтомам и ракам. Есть хеликобактерии пилори хеликобактерии или хеликобактерии гепатикус. Но отличить их можно только делая исследования, связанные с эндоскопией. Скоростной, более экстренный, более быстрый метод определения микроба слизистой самой. Эндоскопическим методом берется мазок со слизистой и делается урязный тест в присутствии больного. Через полторы-две минуты, ответ готов. Достоверность до 96%. Эндоскопию надо делать после 40 лет хотя бы один раз обязательно. Если найдена какая-то патология на эндоскопии или есть клинические проявления какого-либо гастроэнтерологического заболевания, лучше это повторять где-то через год-два. Но это по назначению гастроэнтеролога. Есть твердые убеждения между больными, которые начитались в интернете про этот микроб, что он совершенно безвреден, он может заражаться кого угодно и как угодно на работе дома, не соблюдая гигиенические меры. Должен сказать, что около 70 публикаций только за последние годы о семейном заражении хеликобактерами. Если у кого-то из пар семейных найден хеликобактер, я рекомендую пойти посмотреть. Чтобы записаться к нам в клинику на прием, нажмите на ссылку под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!